Посетителей крещенских купаний становится все больше, а знатоков истории этого праздника не так много. Традиционно в сочельник в храмах проходит большая служба, на которой освящают воду. Именно в этот день освящаются и купели. Так они становятся подобными водам Иордана, в которых и был крещен Господь. Воду нужно набирать в храмах или в тех водных источниках, которые придет и освятит священник. Во всех храмах Нижнего Новгорода будут совершаться богослужения, везде будет освящаться вода, поэтому все люди могут прийти и набрать воду в наших храмах. Купание в Иорданях – хорошая традиция, но подходить к ней стоит с умом. Врачи категорически не рекомендуют купание в проруби беременным и кормящим женщинам, людям старших возрастных групп, а также при хронических болезнях сердца, эндокринной системы, легких и желудочно-кишечного тракта. Также купание в мороз не рекомендуют при воспалительных заболеваниях, ротоглотке, носоглотке и приотите. Запрещено купание людям вакцинированным, а также тем, у кого есть признаки заражения вирусом. Иммунитет формируется в течение 21-40 дней, поэтому те, кто только что сделал прививку или еще не прошло вот это время, нырять в прорубь запрещено, потому что формируется иммунитет, идет выработка антител на введение вакцины, и организм еще достаточно ослаблен. Стоит помнить, что в воде не нужно проводить больше минуты. Также врачи не рекомендуют нырять в ордань с головой. Служба информации Валерия Евстигнеева, Александр Шеломцева, Юлия Чернова и Максим Веселов.